Друзья, всем привет. Сегодня сделаем массаж под ногу. Старайся расслабиться, акцент делай на выдох, чтобы максимально расслабить тело, расслаблять мышцы. Делай из клиента, кто не хочет испачкать волосы. Тогда я могу делать с меньшим количеством масла, но когда его побольше, то приятнее. Смотри, как ты напряжена. Ты чувствуешь, что нужно доделать? Мне кажется, что у меня такая карусель мыслей в голове. Я не понимаю, о чем я думаю. Обо всем. Сразу дает обратную смысл в тело. Начинает напрягаться, создаются мышечные блоки. Лучше подумать о чем-то об одном. Лучше сконцентрироваться на массаже, на движениях. Рукомастер скользит, поднимает мышцу. Сконцентрироваться именно на этом месте и сконцентрироваться здесь и сейчас. Чем это полезно? Это дает отдых нашей нервной системе. Когда вы концентрируетесь на процессе, именно на процессе, который происходит здесь и сейчас. Не который где-то и был когда-то или когда-то будет. А именно то, что происходит сейчас. Этот процесс довольно приятный. Тебе сейчас не больно? Приятно. Я расслабилась. Надо стараться делать выдох. Думать только о ощущениях, которые сейчас есть. И тогда будет максимальный эффект от массажа. Это не будет просто однобойкий эффект на мышцы, но и будет гармоничный общий эффект на нашу нервную систему через тело. Главное – быстро не отпускать клиента. Это дает неприятные ощущения. Медленно также выходим. Мастеру тоже важно правильно дышать во время массажа. Здесь бачок. Можно зафиксировать так руку. Можно так. По-разному. Здесь не больно, Тань? Немножко чувствительно, но не так, чтобы больно. Хорошо, приятно. Ты не пробовала грелку под это место еще пока? Что-то я забыла. Тоже снимает мозговую активную деятельность про различные дела. Грелка хорошо помогает. Теплая. В одной точке 3 больше раз останавливаемся. Не нужно быстро перемещаться. Это создает напряжение у клиента. Когда мастер быстро двигается по телу, то в одном месте, то в другом, то в третьем. Почувствовали мышцу и смещаем ее в одном и том же месте 3-4-5 раз. Потом перемещаемся в другое место и потом опять к ней можем вернуться. Здесь тоже важно делать массаж не кончиками пальцев, чтобы не было больно клиенту, а именно большей поверхностью пальцев. Задействовать большую поверхность, а не только кончики пальцев. Можно ровно. Можно ровно. Угу. Угу. Пробавляем. Угу. 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 Фиксируюсь. Жду, пока с помощью веса работаю. Руки сами скользят. Достаточно глубоко чувствуешь, не поверхностно. Продолжение следует. Не больно? Нигде я тебя не прищемляю волосы. Нет, нет, все хорошо, приятно. Здесь тебя чувствуешь, да, мышцы напряженные около уха? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. в этот момент расслабить палец. Если я это сделаю позже, у клиенту создастся неприятные ощущения переката. Когда мышца расслабляется, можно почувствовать ощущение мурашек, когда мышца расслабляется, напряжение. Смотри, какое у тебя ощущение, если с волосами работать. Медленно отпускает, чувствительно. От мыслей сразу переключаешься, как мне больно, процесс здесь и сейчас. Тогда мысли уходят, потому что ты переключаешься на тело. Но эта боль коротковременная, полезная. Приток крови создаёт поверхности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А как уши? Нормально? Терпимо? Да, хорошо. Заканчиваем с Татьяной массаж. Я расслабилась хорошо. Да, это вообще супермастер. Точнее, впечатление от вас будет как от супермастера, если массаж шеи, массаж головы. Я им всегда заканчиваю массаж. Если клиент очень напряжён, можно с него и начать. Потом делать остальное ноги, руки, спину. Всё, друзья, пока. Ставьте лайки. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Проходите онлайн обучение. Там всё доступно и понятно. Все вопросы по онлайн обучению при его прохождении вы можете мне задавать. Я буду с вами общаться, отвечать на вопросы. Как правило, редко возникают какие-то вопросы. Но если они возникают, то я всегда на связи. Вам в помощь. Всем добра. Пока.